Состояние дорог – главный вопрос, который задают угличане в социальных сетях, депутаты районной думы, члены общественной палаты. В этом году в Угличском районе выполнен большой объем работ по ремонту дорог. Поставлены задачи на ближайшие годы. Я хочу сказать, что по дорогам было очень много негатива, много было высказываний, но не в оправдании себя, как главы района, глав поселений и так далее. Я считаю, что в этом году огромная работа была проделана вместе с семьей, в том числе и областными депутатами. Я хочу сказать, что если кто ездил на Левый берег, я думаю, что и не снилось, чтобы на сегодняшний день была сделана такая прекрасная дорога. То есть я считаю, что по Левому берегу вопрос можно сегодня, ну как бы городу сегодня закрыть. Там осталось непосредственно к восстановочному комплексу, но я думаю, что мы потихоньку в этом направлении еще поработаем. Сдали дорогу в Плоски-Приуки, но если кто ездил туда, я думаю, что это автобан, поехать на Катинца, это красота. Кроме всего, нужно дать должное правительству Ярославской области и департаменту, и нашим депутатам областным, чтобы в этом направлении поработали. Дорога от Углича до Плоска вся капитально отремонтирована. Не просто заплатки сделаны, а именно замена картами. Тоже можно проехать, кто ездил, прокатитесь, посмотрите. То есть мы эту проблему тоже закрыли. Кроме всего, на сегодняшний день дорога на Непо сделается. В сторону, если ехать нашего отрада, вы видите, эта дорога просто едешь и радуется. Могу сразу сказать, что на следующий год уже 12 километров разыграна дорога. Уже есть подрядчик, уже выигран. Значит, со следующего года еще 12 километров будут сделаны, то они уйдут уже за севу. То есть по территории Угличского района в эту сторону дорога тоже будет закрыта. То есть мы сегодня решаем вопрос с департаментом, чтобы мы понимали, куда мы движемся. Но я уже говорил, ну давайте повторюсь, что на сегодняшний день, со следующего года, 20 километров дороги, вот, сделано на Зази, и это полмиллиарда. То есть уже все подрядчик выигранное, сейчас они уже начнут менять трубы и так далее. То есть дорога, вот, посмотрите сами, какая прекрасна. Кроме всего, дорога, которая ростовская, идет на Ростов, то, если ездил, тоже бы увидел, полностью меняется картами и уже приятно проехать и так далее. Дальше сегодня вопрос решен на следующий год, это маймеры. То есть у нас будет меняться 1,8 километра пока до моста. Это вот то, что мы непосредственно ослабили, полностью, 100%. И на 22-й год полностью дай маймер, тоже все в полном асфальте. То есть сегодняшний вопрос, это у нас Клементьева. Вопрос очень серьезный по другим дорогам, которые областные. Сейчас Клементьева ремонтироваться, правда, ямочно, но я не сторонник ямочного ремонта, потому что я считаю, что деньги на ветер. Потому что на самом деле и сегодня все убедились, и вот у нас представители, когда приезжают в департамент, они это видят, что, конечно, лучше карта. Помимо всего, я хочу сказать, что мы сегодня закрыли проблему, вы знаете, как было доехать до Отрадного. До Отрадного теперь дорога тоже, она ассоциативная, хотя она в программу не вошла, но ее сделали за счет короткап ремонта на 700 метров, тоже сделали единой картой. Покровская, вы знали, дорога, которая сворачивала с Ярославской дороги до Покровского, невозможно было проехать. Полностью сделано, значит, теперь спокойно проезжаешь, ни канавки, ничего, то есть вопрос мы этот тоже закрыли. В этом году в вопросах дорожного хозяйства, благодаря еще уже всеми усилиями, всех вместе и правительства, в Угличском районе подело нам очень-очень много. Конечно, вопросы есть, они остаются по дорогам, но я просто одно прошу, что невозможно сегодня, за один год, за два, даже за три, взять и полностью все сделать. Потихоньку в этом направлении идет работа. В Угличском районе ведется активная работа по развитию спортивной базы. Мы поделали очень много вопросов спорта, и я, наверное, думаю, что, наверное, ни один район сегодня не имеет столько таких площадок многофункциональных, стартановым подкрытием, как имеет сегодня Угличский муниципальный район. 19 сентября торжественно открыли многофункциональную спортивную площадку в микрорайоне Солнечном стоимостью 6 миллионов рублей. Завершено и идет строительство аналогичных объектов в сельских поселениях. У нас на сегодняшний день уже построена площадка в Азбриженском, вот буквально здание, это около школы, тоже стартановым покрытием, шикарное, где занимаются не только дети, занимаются непосредственно и жители, которые живут. На сегодняшний день идет строительство еще двух площадок. Одна площадка 6 миллионов, это Юрьева, Вятерева, где, значит, около школы, она более 6 миллионов, и она уже на 1 октября будет сдана. Дальше в Зазелье площадка делается 3 миллиона, тоже стартановым покрытием. То есть тоже, значит, село такое старинное, хорошее, прекрасное, потому что там очень прекрасно спорт развит и так далее. То есть они довольны, что это строительство началось, и эта работа непосредственно идет. Много вопросов угличане задают по открытию физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Проблема была в том, что мы получали лицензию. На сегодняшний день нам уже позвонили, департамент образования лицензии уже нам выдана, то есть все мы уже эту лицензию имеем. Ну и повторюсь, я уже говорил, что на сегодняшний день школьники, как села, так и города, будут заниматься бесплатно. То есть мы этот вопрос уже весь порешали, и я думаю, что это будет очень приятно, прекрасно. Могу сказать, что на сегодняшний день полностью штат, весь готовности, все готово, то есть все оттаянно. Далее глава района остановился на реализации национального проекта «Культура». В Угличском районе в его рамках реализуются два проекта. Один из них – Дом культуры в поселке Отрадном. Ну это Дом культуры, шикарнейший. Мы главным поселением выезжали туда. Это на 150 мест, это с прекрасным танцевальным залом, это где, значит, будут кружковая работа и так далее. Ну огромный, правда, это машина полная. Сейчас уже полностью все сделано освещение, положена плитка, везде в туалетах, везде все покрашено, отопление проведено. Но я думаю, что число на 10 октября, 15, мы его уже сдадим под ключ и будем уже насыщать внутрь, если я имею в виду, что мы дополнительно, значит, выделили еще 4 миллиона, чтобы сделать звуковое оформление, свуковое. Вот эти все непосредственно, значит, стулья, которые 150 мест тресла, это уже вот в эту сумму входит. Я считаю, что такой населенный пункт, 800 человек проживая, ну не было вообще куда сходить. Я считаю, что это будет огромный подарок для людей, которые там живут, особенно для детей, вот именно этот Дом культуры. Я считаю, что это прекрасно. Второй объект национального проекта культура в Угличском районе – детская библиотека. Она преобразована в современную модельную библиотеку. Ну, я могу сказать с полной ответственностью, вот лучшая библиотека в Ярославской области. Там полностью, вплоть до шахмат, там ребенок может полежать, почитать книгу и так далее, ну то есть в сегодняшнем времени. Замедено все, начиная с плитки, начиная со свещения, со стен, с мебели и начиная с наружной стороны полностью все выложено на плитку. Вопрос по центральной библиотеке имени Сурикова также в повестке дня. И движение вперед в его решении уже есть. Я думаю, что вы задаете вопрос по центральной библиотеке. Я сразу вам отвечаю. На сегодняшний день вопрос решен. Ярославская область дала правительству Ярославской области добро. На сегодняшний день они решают вопрос по передаче здания автошколы, которая придет нам. И мы там сделаем хорошую, прекрасную библиотеку. Там есть и место. Мы сейчас ее включим в программу. С департаментом культуры мы уже переговорили. Заменим крышу и все остальное. И вот шикарно, прекрасное помещение. То есть работа в этом направлении идет. Продолжаются преобразования в образовательной сфере района. Этот год сегодня юбилейный для нашей физико-математического лицея. Ему 25 лет. И я могу сказать, что совместно со Светланой Владимировной и так далее мы были открыты на 1 сентября. Там просто родители и дети. Но эти дети заслуживают на самом деле, чтобы у них был такой лицей. Сделали полностью тротуарные дорожки. То есть если они раньше от одного здания к другому по грязи переходили, то сегодня плиточка лежит. Кроме всего за 3 миллиона сделали спортивную площадку с тартановым прокрытием. Это никогда такого не было. Убрали два лишних помещения. У них был потолок, ну как спортзал внутри. Его нельзя было спортзалом оставить. Опустили пол. Убрали эти два боковые. Но сейчас зайти, но душа радуется. Шикарный спортзал получился. Где они питаются полностью отремонтировали. Крышу отремонтировали. То есть сегодня уже когда мы были 1 сентября, там учитель физкультуры уже сказал, что сегодня нужно добавить еще слово, что она у нас не только физико-математическая, но еще и спортивная, физкультурная. У нас в точке роста работает программа. Это мы в каждой школе, у нас таких 6 школ сделали по классу, со всем оборудованием и так далее. На самом деле шикарные классы, красивые. Это задает то, что нам в этом направлении надо дальше работать и будем дальше как-то тоже потихоньку уже сами подтягиваться и так далее. Будем, значит, делать. Сегодня вот приятно было слушать, что очень много сделано и в районе, и в городе для жителей. Но вопросы, конечно, остаются у нас всегда то одно, то другое. Анатолий Геннадьевич, меня просили жители узнать, как решается вопрос с установкой системы очистки воды на Головинской водонапорной башне? Вы знаете, какая водонапорная башня? Да, я знаю. Значит, мы прекрасно знаем, в этом году будет установлено 4 установки. Каждая установка примерно стоит миллион, вы это знаете. В Головино у вас 3 установки. Отключение электроэнергии. Объясните, пожалуйста, ситуацию. Что там в районе сетей? Понятно, когда гроза, ветер, это понятно. Но очень часто отключается электроэнергия. Сети некоторые находятся в плечебном состоянии. Вот сейчас мы подготовили письмо, и главы сейчас согласуем с ними, чтобы они более такие больные точки взяли. Ну и надеемся, что потихоньку будем этим вопросом заниматься. Ну не мы, это же вы прекрасно понимаете, что это не муниципальные сети. Но я думаю, что мы потихоньку будем в этом направлении работать. Члены общественной палаты обсудили с главой района многие актуальные вопросы и поблагодарили за открытый и прямой разговор. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!